Незер Дрейк Вайпер – злобный дракон, укращенный самим королем мертвых Нерзулом. Это мерзкая, плющаяся кислотой тварь, чья скорость и ловкость пугает даже самых сильных воинов. Не заботясь о своей безопасности, Вайпер врывается в самое пекло, его слюнные железы вырабатывают жгучий яд, заставляющий врагов корчиться от боли. Его темный силуэт может стать последним, что вы увидите. Отлично. Уф, там поняли от чего Мартретка сдохла? Мартретка Даггер в меня кинула, умерла от Карасива. Всем здорова, дорогие друзья. Сегодня у нас гайд на Незер Дрейка, он же Вайпер. Один из самых неприятных персонажей, даже похлеще, чем Хускар. Я считаю, что этот персонаж на центральной линии очень-очень неприятный, ребят. Я думаю, что многие со мной согласятся, а те, кто не согласны, ну и фиг с вами. Ладно, ребят, сегодня, как обычно, гайд. А это значит, что я сегодня вам расскажу какие-то некоторые нюансики первого, второго, третьего и ультимейта данного персонажа. И, соответственно, пожелаю вам приятного просмотра. И напомню, ребят, кому не сложно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы знать чуть-чуть больше, чем знают другие игроки. Готовы? Тогда поехали. Что ж, друзья, первая способность на нашем персонаже, на нашем неприятном персонаже, подчеркну, это Пойзон Атак. Раньше Пойзон Атак имел специфику с калдауном, направленной способности, с калдауном, соответственно, сейчас же все намного проще. Данная способность у нас не имеет теперь калдауна, мы прокачиваем и можно поставить райт-клик, то есть, соответственно, наш персонаж будет атаковать энеми оппонента постоянно под этим спеллом. Но это непрофитно, потому что уменьшается атака рейндж. Атака рейндж у нас в дефолте 575, соответственно, вайпер у нас будет бить под рейнджой 575. Иногда вы замечали, что когда тычкуешь на хот-кей какого-либо персонажа, а именно этот персонаж у нас имеет хот-кей и способность, специфику данного спелла, что мы можем атаковать энеми оппонентов под товарами, соответственно, не агрикрипов или даже просто атаковать здесь спокойно на лайнинге и не агрикрипов с помощью хот-кей. Соответственно, хот-кей у нас на этой способности цель, соответственно, мы можем так увеличить рейндж атаки до 600 единиц. Соответственно, это очень хорошая плюшка, она работает так же, как у Сайленсера, тема, как у Хускара и других персонажей, тракса. То есть, я не буду уже перечислять, чтобы как бы не засорять сегодняшний гайд. И, в принципе, в чем же смысл данной способности? Эта способность у нас заражает нашего энеми оппонента, плюс замедляет в зависимости от уровня прокачки и наносит еще демош в течение двух секунд. Соответственно, первый спелл у нас является орб-эффектом, ребят, соответственно, нельзя вайперу собирать дезоляторы и прочую фигню. Это все работать не будет. Но напоминаю, что есть у меня отдельный видосик по орб-эффектам. Ссылочка будет, ребят, внизу в описании. Обязательно переходите, смотрите и не забывайте, какие орбы являются сильными орбами, а какие нейтральными. Вот и все. Ребят, в общем, давайте перейдем к уровням прокачки на данной способности. Во-первых, смотрите, в зависимости от турной прокачки у нас тут меняется замедление и меняется демедж, который у нас накладывается в течение двух секунд. То есть будет ДПС, ДПС в течение двух секунд идти в зависимости от турной прокачки. Переходим. Первый уровень, это у нас будет 10% замедлений и наносится 10 демеджа в секунду. На втором 20% замедлений и 16 демеджа в секунду. На третьем левеле 30% замедления и 22 демеджа в секунду. И на четвертом уровне 40% замедления и 28 дэмэджа пер секонд Причем тут написано дэмэдж пер секонд именно без учета резиста Соответственно 28 дэмэджа минус 25-30% соответственно magic resistance и будет вон чистый урон Соответственно, ребят, это способственно наносит у нас магический Я напоминаю, я сейчас сказал слово чистый, а вы любите цепляться к словам Чистый урон именно без учета резистов будет у нас примерно, примерно где-то от 28, где-то 18-20 урона Чисто вы будете наносить дпс с этой первой способностью Соответственно, что мы имеем? Смотрите, помимо этого, то что я вам сейчас сказал Замедление 40% и 28 дэмэджа пер секонд А накладывается эта тема на 2 секунды То есть, соответственно, плюнули и появляется такой статус В течение 2 секунд данного персонажа будет карать и он будет замедлен в течение 2 секунд на 40% Ну, в зависимости от турной прокачки Ну, я беру last level на 40% Соответственно, будет наноситься ему дэмэдж в течение 2 секунды 28 пер секонд И есть тут еще одна плюшка Эта плюшка здесь не указана Но у нас также, помимо того, что когда мы атакуем нашего энеми оппонента Он очень сильно замедляет себе атак спид Когда находится под действием вот этой вот способности нашей под поездом атакам Соответственно, что у нас получается Дэмэдж, который атак спид будет сниматься у нас Дэмэдж, который я буду наносить персонажу Плюс атак спид, который будет у нас наноситься Он будет у нас неистовый Соответственно, смотрите Мы снимаем атак спид Атак спид у нас будет сниматься Так же по времени, как и накладываться замедление Соответственно, атак спид, который мы снимаем в зависимости от турнира прокачки будет 10, 20, 30 и 40 атак спида мы будем снимать с нашего персонажа, оппонента Enemy. Видите, он очень сильно, персонаж замедлен, и он не может атаковать. Помимо того, что он не может атаковать, так он еще и медленно передвигается. Вот такой вот у нас первый спелл, ребят, очень много вам о нем рассказал и теперь вкратце. Замедляет, накладывает дотку, которая дамажит в течение 2 секунд, в зависимости от турной прокачки, и убирает атак спид на 10, 20, 30 и 40 единиц на ласт левеле. В принципе, все, ребят. Поехали далее! Что ж, друзья, вторая способность на нашем персонаже, это способность которая позволяет увеличивать наш плюсовой демаж, что, соответственно, это демаж который у нас вот рисуется вот здесь вот, соответственно, не родной родной демаж. Нет, 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 ребят, ни в коем случае. И смотрите, в зависимости от турной прокачки у нас есть возможность прапать наш демаж до определенного количества. 40, 80, 120 и 160 единиц. Соответственно, тут есть условия, о которых я вам сейчас расскажу и какие нюансы нужно знать. Также, смотрите. Неправильно думать, что когда мы сейчас прокачаем этот спелл, наш демаж возрастет до 40, плюс, потом 80, 120 и 160. Нет, это неверно, ребят. У этой способности есть свои нюансы. За потерю 20% хитпоинтов мы будем получать какой-то бонус демаж от вот этих, допустим, в зависимости турной прокачки, от вот этих 40. То есть, 40 это будет уже максимальное значение, которое мы сможем развить. Я представлю вам вот здесь вот, ребят, табличку, где вот здесь вот есть табличка, по которой мы немного сможем сориентироваться. Смотрите, за, так сказать, есть пороги процентовок, то есть, соответственно, таких порогов будет 5. То есть, 5 на 2 умножаем, это будет 10. Соответственно, 100%. При потере каждых 20% хитпоинтов у нас будет определенный пересекаться порог, который будет позволять нам увеличивать наш урон. И в зависимости от турнира прокачки последний порог, то есть, соответственно, 20% хитпоинтов, когда у энеми оппонента остается, и меньше уже, соответственно, это будет ласт порог, который позволит нам развить демаж до максимального значения, которое указано именно вот здесь вот, вот в прокачке. 40, 80, 120 и 160. Напоминаю, что данная тема у нас работает на все. На постройки, на героев и на крипов, но на героев и на постройки данный бонус демаж работает в половину. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас будет меняться, когда мы будем атаковать. Давайте разберем первый уровень. Это, смотрите, первая графа, где написано 2,5, 5, 10, 20 и 40 единиц демажа. Мы разберем только эту тему, чтобы не разбирать каждую и, так сказать, не удлинять гайд. Он и так будет большой. Смотрите, демаж, который мы должны в теории наносить за пороги, так сказать, энеми хитпойнта. Вот, смотрите, ребят. Первое, смотрите, это порог 100% и 81%. Мы должны наносить 2,5 демажа плюс. Смотрите, бьем. 2 демажа, то есть, ну, половинки не показываются, все мы это знаем. Вот, вот это примерно порог первый, так сказать, 100-81. Далее, второй порог 80-61. Мы должны уже наносить 5 демажа плюсом. Смотрите, 5. Пошел 5 демажа. Третий порог 60-41. Уже наносить должны 10 демажа плюсом. Смотрим. 10 демажа наносим уже, ребят. Далее у нас следующий порог 40-21. Уже 20 демажа мы будем наносить плюсом. То есть, соответственно, это уже почти крайний порог максимального апа, так сказать, со второго спела демажа. Смотрите, наносим 20 демажа уже. И остается у нас самый последний порожек. Это 20% хитпоинтов остается. Меньше 20%. 20%. И, соответственно, мы можем развить максимальное количество демажа в зависимости от уровня прокачки, который у нас здесь указан. То есть, соответственно, 40 демажа максимально. Мы можем уже сейчас и воспользоваться этой темой. Смотрите на наш демаж. Смотрите. 20. Оп. И остается у него мало хитпоинтов, но я боюсь добить. И смотрите, наш демаж апается до 40. То есть, соответственно, это максимальный ап, который мы можем уже развить. И, смотрите, если я докачаю эту способность, то будет у нас демаж уже написан 160 единиц. То есть, соответственно, эта способность работает именно так. Чем меньше здоровья у эннами оппонента, тем сильнее будет у нас возрастать количество демажа со второй способности. Я надеюсь, я постарался вам объяснить более, чем доходчиво. Ребят, посмотрите по этой табличке и, в принципе, поймете, как это работает. Запомните просто порог хитпоинтов. За потерю каждых 20% хитпоинтов у вас будет порог пересекаться и демажа будет с руки наноситься больше. Вот такая какая-то, ребят, способность. Она, эта способность у нас не может быть использована иллюзиями. Соответственно, иллюзии у нас не пользуются этой темой. Выключается у нас тема, это пассивка. Так как это пассивка, она выключается у нас сильверейджем. И, соответственно, в принципе, это все то, что нужно знать о данной способности. Ребят, не стоит забывать, что эта способность работает в половину на постройки и на крипов. Я уже повторяюсь. Ребят, вот такая способность, позволяющая увеличить у нас демаж с руки. Поехали на третье спел. Следующая способность на нашем персонаже, это карасив скин. Карасив скин позволяет нам сделать нашего персонажа более неприятней. Это позволяет нам развивать нашу защиту, защиту от магии. Плюс, также мы будем попутно нагнетать наших энерми оппонентов или вообще всех персонажей, которые нас будут атаковать на определенные плюшки, которые я вам сейчас поведаю. В общем, смотрите, ребят. С прокачкой третьей способности наш персонаж становится более устойчив к магическим применениям на нас. То есть, соответственно, в простонародье у него появляется magic resistance помимо своего родного. Этот magic resistance можно раскачать в зависимости от турной прокачки. То есть, улучшить его до определенного процента. На ласт левеле этот определенный процент будет у нас 44 единицы. То есть, соответственно, на 44% наш вайпер будет устойчивее к магическим применениям на него же самого. Плюс, плюс. Третий спел у нас хорошо контактирует с худом и с пайпом. В принципе, отлично сочетается. Так что, ребят, нет ничего зазорного собрать ему худ или пайп. Соответственно, наш герой будет развит magic resistance примерно до 55%. Это очень круто, потому что магию вайпер перестанет чувствовать вообще. Плюс какой данной способности? Как она вообще работает? Смотрите. Ребят, когда нас будет кто-то атаковать или будет на нас юзать какую-то способность. Смотрите, у налича сработала какая-то наша третья способность. И, соответственно, что делается? Делается, что делается? Смотрите. Когда на нас юзать способность или просто атакует, на энеми оппонента накладывается у нас на 4 секунды дебаф, который у нас замедляет атак спид, замедляет movement speed и также наносит DPS. В зависимости от уровня прокачки у нас вся эта тема разная. Давайте разберем. Смотрите. В зависимости от уровня прокачки разбираем первый, второй, третий, четвертый уровень. У нас все тут по-разному. Сначала поговорим о resistance плюс замедление скорости передвижения процентовочку. Потом поговорим о DPS и потом поговорим о замедлении скорости атаки. Смотрите. Резист, который в зависимости от уровня прокачки и замедления movement speed процентовочки мы будем развивать. Я вам сейчас говорю. На первом уровне 10% резиста и 10% замедления. На втором уровне 15, 15, на третьем 20, 20 и на четвертом 25% замедления и 25% magic resistance мы получаем с прокачки данной способности. Следующий пункт. Замедление атак спида. Замедление атак спида у нас попроще. Тут у нас нет процентовок. У нас просто 10, 15, 20 и 25. В принципе, все как написано 10, 15, 20, так все и накладывается. 10, 15, 20 и 25 атак спида мы снимаем. Если наш персонаж просто стоит и его кто-то бьет. То есть на 25%, не на 25%, а на 25 единиц скорости атаки у него будет меньше. И, соответственно, дотка, которая накладывается на 4 секунды. И вообще, в принципе, все вот эти темы, которые я сказал, а именно замедление скорости, замедление скорости атаки и дотка у нас накладывается будет на 4 секунды. Дотка, дебаф, то есть, соответственно, в куче это все назовем дебаф, будет у нас наносить damage per second. Этот damage per second будет наноситься так. На первом левеле 10 единиц, на втором левеле 15, на третьем 20 и на четвертом 25 damage per second в течение 4 секунд у нас будет наложено на энеми оппонента, соответственно. И, в общем, у нас тема такая. Вайпер у нас идет такой, раз, ага, и лич такой решил на него что-то закастовать. И на него накладывается дебаф. Все, более ничего и не нужно знать. Запомните, просто основной замедляет атак спид, замедляет movement speed, накладывает дотку, которая позволяет персонажу хилиться до третьего левела прокачки. То есть, соответственно, это наносит на способность магический урон. Лич у нас сможет хилиться, допустим, если это будет способность первого левела, то он под ней сможет захилиться. А он под ней сможет захилиться, но если эта способность будет четвертого уровня, то есть третьего уровня, он тоже сможет захилиться. Но если она будет четвертого уровня данной способности, он уже хилиться, к сожалению, не сможет. Хилочка будет сбиваться. Так что вот такая вот у нас небольшая особенность третьего спела, ребят, дает magic resistance, замедляет атак спид, movement speed и накладывает дотку, которая наносит DPS. То есть, если на вайпера кидают какую-то, допустим, нож копа кинет на него и в время действия этого ножа, копа у нас будет хапать damage. Но тут есть одна особенность у этого спела. Еще, помимо того, что я вам рассказал, данный спел имеет аоешку. Да, как бы это прискорбно ни звучало, этот спел у нас аоешный. То есть, в радиусе 1400 это способность только работать. То есть, неправильно думать, что, допустим, отсюда Клок у нас кидает ракету, у него лоу хп, он попадает в вайпера и, соответственно, получает вот этот вот карасив скин, в течение 4 секунд будет наносить ему damage. DPS, соответственно, в простонародье. Ну, как бы нет, это неправильно так думать. Аоешка у нас имеет 1400 единиц. Так как у нас, ребят, вот эта способность имеет статус, так сказать, способности, которая у нас является пассивной, ее можно снять с сильверейджем. Эта тема у нас может использоваться иллюзиями, в отличии от второй способности. Ну и, в принципе, все. Ребят, в принципе, все. Так что, ребят, эта способность позволяет нам просто становиться жирнее. Надеюсь, я максимально рассказал четко о ней. Я надеюсь, вам понравится. Ребят, переходим к ультимейту. Что ж, друзья, переходя вплотную уже к ультимейту, следует знать некоторые фишки об нашем ультимейте. Соответственно, ребят, для того, чтобы понять, что у нас делает данная способность, во-первых, мы ее прокачаем, и я вам покажу, что происходит. Смотрите, что происходит. Вайпер закидывает такой нож, и лич у нас замедлен. Плюс на него наложена такая додочка, наносит DPS, и, соответственно, все. Все. Но есть тут еще некоторые нюансы, о которых я вам сейчас буду рассказывать. В зависимости от турной прокачки у нас тут меняется замедление movement speed и, соответственно, замедление скорости атаки. Оно тоже тут будет меняться. Это сейчас вам расскажу. И у нас меняется DPS. Эта вся тема висит 5 секунд. Я повторяюсь. Смотрите. И в течение 5 секунд у нас персонаж замедлен, медленнее бьет. И, соответственно, наносится по персонажу, по enemy оппоненту у нас DPS. DPS меняется в зависимости от турной прокачки. Но вообще с уровнем прокачки у нас меняется и кд, и монокост, и, соответственно, все остальные плюшки. То есть, ультимейт очень сильно улучшается в зависимости от турной прокачки. Давайте разберем DPS сначала. DPS у нас такое. На первом 0,60, на втором 100, и на третьем 145 damage per second будет наноситься. То есть, соответственно, в течение 5 секунд у нас на ласт-левеле будет 145 урона капать каждую секунду. И movement speed и attack speed у нас также будет тут уменьшаться. На первом уровне 40% movement speed и 40% attack speed, не процентов, а просто 40% attack speed. И, соответственно, так дальше и будет. 60% movement speed и 60% attack speed, и на третьем левеле 80% movement speed и 80% скорости атаки у нас просто будет сниматься. Эта тема у нас будет также работать. То есть, смотрите, как эта тема у нас вообще работает, когда мы закидываем ультимативную. Смотрите, я закидываю ультимейт, и способности все у нас, то есть, работают максимально в течение двух... Ну, вообще, первую секунду работает эта тема вся очень сильно. То есть, соответственно, весь бонус, который там написано 60, 40 и 80% movement speed и attack speed, 80% attack speed у нас снимается в течение одной секунды. И далее идет ослабевание, в зависимости от того, сколько эта способность уже идет. То есть, идет 5-4-3-2-1, и когда остается 2-1 секунды, уже способность работает, ну, почти не работает. То есть, она работает уже максимально слабо. То есть, первые несколько секунд вайпер наносит такой сильный, так сказать, удар, когда персонаж максимально задизейблен. Он не может атаковать энеми, энеми не может нас атаковать, и, соответственно, не может у нас, так сказать, сильно сопротивляться. То есть, в течение первых секунд у нас персонаж, энеми оппонент, очень сильно ослаблен. То есть, смотрите, я докачаю и примерно покажу, как это работает. Смотрите, то есть, соответственно, в леча закидывается, он почти не может бить, он еле как бьет, соответственно, по нему очень много дэмэджа проходит. И далее все, он уже полностью готов, боевой, он уже начинает бить немного побыстрее. То есть, способность у нас немного начинает ослабевать, наш ультимейт начинает ослабевать с временем, так сказать, действия. И, соответственно, что у нас еще есть, какие плюшки по данной способности? Во-первых, монокосты и колдауны. Колдаун у нас будет на данной способности разный, в зависимости от уровня прокачки. Колдаун у нас будет 70, 50 и 30 секунд. В принципе, приемлемо. Монокост у нас также будет разный. На ласт левеле монокост будет 250, на втором левеле у нас будет 175. И на первом уровне 125 маны будет брать у нас, так сказать, вайпер страйк наш. И, соответственно, у нас также тут еще есть такая плюшка. Эта плюшка у нас, смотрите какая, рейндж, в которой мы должны подойти к персонажу, чтобы закинуть вайпер страйк, у нас всего 500 единиц. Но у нас у персонажа тут есть аганим. А аганим я вам сейчас расскажу. Но, ребят, напоминаю, ссылки в описании обязательно посмотрите, ребят, рекомендую посмотреть по орбам видосик и по аганимам. Ребят, всем рекомендую, очень хороший контент. Я надеюсь, вам понравится, если вы еще раз его пересмотрите. И, соответственно, поднимаем аганим. И что у нас улучшается? Во-первых, что у нас меняется с аганимом? У нас меняется монокост. Также у нас меняется колдаун. Колдаун у нас причем меняется на 12 секунд. То есть, соответственно, раз в 12 секунд мы сможем спокойно закидывать вот эту тему. Плюс, плюс. Монокост я сказал. Но самой главной фишкой у нас является то, что у нас увеличивается очень жестко рейндж, каст. А вот это и способности. Боже, вы просто посмотрите, какой рейндж. 900 единиц. 900 единиц. На расстоянии 900 единиц вайпер сможет закинуть ультимативную. То есть, это очень бодро. Это очень круто. Но есть и погрешности у этого ульта. К сожалению, этот ульт изи блочит с алинкой. Но если у вас аганим, вам, в принципе, все равно. Изи он блочит с алинкой. Изи блочится, так сказать, бкбшками. И этот, так сказать, ультимейт можно изи закайтить каким-то отблинкиванием. То есть, вы, соответственно, блинкуетесь и все. И все. На вас не работает данная способность вайпер. То есть, соответственно, если у лича будет даггер, я закидываю в него вайпер страйк. И, соответственно, лич спокойно может догернуться. Не стоит забывать, что все вот эти замедления, момент спида, атак спида, они все стакаются. То есть, соответственно, если на вас все вайпер накидывает, и вы его еще ударите, то, соответственно, не ждите, что вы вообще когда-нибудь вайпера ударите. Потому что, во-первых, атак спид у вас очень сильно будет замедлить, и убежать вы тоже не сможете. Так что, ребят, вот такой вот у нас герой сегодня получился. Теория у нас подошла к концу. И я хочу вам перед просмотром практики пожелать приятного просмотра. И обязательно влепите лайк, если вам понравился данный ролик. Я не заставляю вас просто ставить и бустить эти ролики. Если вам нравится, вы поставите. Если вам нравится, вы подпишитесь. Ребят, спасибо, что следите за мной, за моим творчеством. И что, как обычно, ребят, приятного просмотра. Садитесь поудобнее. И, конечно же, берите что-нибудь покушать, потому что практика начинается. Сейчас я вам покажу, как стоять на данном персонаже на миде. Ведь это у нас очень из таких неприятных мидеров на гайде. Ребят, приятного просмотра и поехали. Опа, опа, как я переоделся, найс. Ребят, что ж, начинаем геймплей. Дай бог вам здоровится. Надеюсь, чаёк вы уже принесли, как обычно, по традиции. Хеназес. Хеназес. И тут такой. Йоу, Хеназес. Понимающий. Ребят, всем хорошего настроения. И мы начинаем. Так, ребят, так как у нас персонаж строго мид, строго мид без обид, берём Вайперидзе. Стандартный закуп в Рейсбэндик. Хилочка. Поехала. По раскачке что мы будем делать? Извиняюсь, ребят, я кашляю, но специально постараюсь постоянно вырубать микрофон, чтобы вы не слышали этого ужасного звука. Просто я немного ещё болею. Ребят, в общем, по раскачкам. Что мы будем раскачивать на данном персонаже? Конечно же, будем максить первый спелл, потому что это очень сильная способность на ранних стадиях, потому что позволяет очень много наносить дэмэджи тычкованием. Именно с выдержкой 2 секунды мы можем постоянно накидывать, накидывать, накидывать. ХП будет уходить, 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 уходить и тому подобное. И, соответственно, так как у нас, скорее всего, будет СФ на миде, и смотрим, что у нас есть. О, траксу взяли. Это хорошо, у нас будет плюс дэмэдж. Там есть пассивные, да, тут есть коп и нож. Соответственно, в 1400 ОЕ мы сможем изи её контрить. Посмотрим по раскачкам, но в один раз, скорее всего, карасив будем брать. Да, блин, походу, походу, заподозрили. И Клокверк, Клокверк очень сильно против Вайпера идёт. Если честно. Ну, посмотрим сейчас, что по играм. Ну, в любом случае, первый спелл на первом. Ребят, помимо каких приколов у нас тут ещё есть, прикол. Вы всегда просите о контрпиках разговор. Разговор. Вайпер такой персонаж, который на миде, в принципе, может даже по факту Элину выиграть. Я выигрывал опытного Ская. Опытного Ская можно выиграть. Качая третий и первый. Опытного Ская. Я в топ ТБшках, когда ещё был у нас Вайпер. Не АБ. Это были очень бородатые года. Выигрывал Ская хорошего в миде. Тупо за счёт Карасива. Так что, ребят. Этот герой с безумным потенциалом. На самом деле. Его... Кто его может законтрить? Чистый урон его на самом деле контрит. И всё. Да, Ризрак его очень хорошо пилит. Очень хорошо Ризрак пилит. Потом. Кто у нас ещё хорошо? Ну, короче, в общем, персонажи, которые имеют... Так. Курьера нету. Куры нету. Куры нет. Печалька. Ну, возьмём Куру. Сами себе. Сколько там голдишек? 170. То я запамятовал. И, в общем-то... Помните игру с Бальтазаром, когда я играл? Когда ещё первая игра была с Наггингом. Мы выиграли Бальтазара. Вот там очень сильно Вайпер страдал по хитпоинтам. Битпоинтам из-за Ризрака. Опять-таки, из-за меня. Так. Ну, СФ можно... Но желательно на первом левеле сильно не пытаться задрачивать. Потому что первый левел, как-никак, первый левел, ребят. И, соответственно, у нас есть тут возможность прокачки дэмэджа. Хорошо. Легче будет ластхитить. Легче будет ластхитить. На лоу хп дэмэдж поднимается неплохо. Хоть на копеечки, но ничего страшного. Вариативность ластхита возрастает. Соответственно, жаль, что вот этого крипта надо переагрить. Чтобы деда сли... Нет, деда не хотят сегодня сливать. Хорошо. Вот так вот. Опа. Не добил. Печалька. Опа. Добил. Не печалька. Подобиваем. Хорошо. Очень, кстати, на самом деле на этом персонаже легко ластхитить. Главное не бояться. И СФу сейчас будем ломать лицо. Но нужен сапожок, ребятки. Вот так вот тычкуем. Не обязательно постоянно всаживать ману. Ведь у нас очень довольно-таки сильный монокост на данной способности. И поэтому каждый раз нажимать наш первый спелл на нашего энеми оппонента. Это, к сожалению, очень сильно сказывается на нашей мане. Мане, ребят. И, соответственно, конечно же, профитно делать одну тычку, вдогонку еще одну кинуть. И, соответственно, это залог успешного мида. Но если наш персонаж будет промахиваться, это будет очень плохо. Ребят, сейчас ситуация такая, что СФу очень мало хитпоинтов. И нужно подпушить линию. Подпушить линию, взять карасив на разок. И можем спокойно загнобить его. Надо пушить линию. Мы можем зайти спокойно сейчас под тавер. Пользуясь цешкой. То есть нашим скиллом, так сказать. У которого ход кей. Но СФ тут... Нет, уже поздно идти. К сожалению или к счастью. СФ тут живет. Но мы типа дурочки. Делаем такой мув. Хорошо. Взяли карасив на раз. Этого достаточно. Он будет койлами, да, откидываться. Хорошо. Стик. Стик нужен. Опа. Вот это нежданчик. Это нежданчик, ребятки. Кто бы мог подумать. Понимаю. Очень редкая вот эта тема. Но я тут слишком нагло стою. Пуч пришел. Просто хуканул. Найс, красавчик. Он еще и с топором. Его откуда-то вызвонили. Вызвонили. Найс. Я остаюсь без хилы и без тпшки. Хорош, Пуч. Хорошо сделал. Пуч молодец. Хорошо сейчас сделал. Помог СФу. Так сказать. СФу с дерьма. Выбраться. На самом деле тут Вайпер это как тот же Хускар. Даешь сильного сноубола. И это ГГ. Где у нас Пуч? СС. Пишем. Там. Блин, надо вардик, ребят, поставить. Взял Куру. Надо вардик брать еще. Оу. Что делать? Что делать, если ребята не хотят особо напрягаться? СФ вообще тогда нельзя подпускать. По сути, если такое дело, то СФ по идее 2-3 раза до 6 уровня изи умирает. Но тут видите, как бы ситуация такая, что Пуч сделал вещи. Вещи. И тяжело. Мне сейчас подсказывает что-то, что Пуч пойдет на руну. Я бы на руну на самом деле тоже сходил бы. И я считаю, что нам нужно идти на руну сейчас. Так как СФ не подходит особо. Боттл есть у него, да, пойдет на нижнюю руну. С фармом не все так хорошо у нас, ребят, как хотелось бы. Но а что поделать? А что поделать? Сейчас есть возможность убить его на самом деле. Очень хорошая возможность. По идее мы его убиваем тут. Подблочить бы еще. Да, он наш тут. СФ тут наш стопроцентный. Он наш тут стопроцентный. Хорошо. Хорошо. Вот так вот делаем. СФ тут наш стопроцентный. Так, Луна приходит фармить, помогать. Братишка, у меня тут все хорошо с фармом. Спасибо тебе большое. Вот это начинается. Драка вот эта ластхитная. Ластхит драки пошли. Оно заруинило мне два крипа. Уйди. Просим уйти. Пацана. Забираем обратно ВБ. А что ты пришел, лол? Ох уж этот на луне челик. Вы посмотрите, что делать. Пришел, просто мне руинит. Просто мне руинит. Вот убейся, Аптавр. Ну, не знаю. Страшный вырубай называется эта ситуация. Буст, 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 буст. Мне нужен буст. ТПшечка. Вот так вот делаем. Так, СФчик выходит в опасную зону. В опасную зону. Закидываем. Вайпер страйк. Первый. Первый. Держимся на расстоянии. Не заходим под тавер. Отлично. Легкий фраг для нас. Очень легкий. Коукуру хрен с ним возьмем уже. Пойдем на низ. На низ сходим. Очень вайперу нужна аквила на самом деле. Боже, овнет, овнет. Там пуш. Молодец. Хорошо вытаскивает. Соник вейв очень хорошо будет нас контрить. Это реально. Вот так вот делаем. Боже, я себе куру просто по КД. Кунтрят. По КД. По КД просто. Так, монетка. Ну, монетка не столь плохо. Клокверк зафидился. Хорошо. Ну, тут копу. Копу мне очень тяжело будет гангануть на самом деле. Потому что она просто блинкаутница. У нее там многие хилов и прочей всякой хрени. Ну, у нас-то, смотрите, фарма. Большое количество. Фарма много. Мне бы колечко добить. Хорошо, добили колечко. Просто так мы сюда пришли. На самом деле думал хотя бы Клокверка убить. Но, раз уже пришли, можно попробовать кого-нибудь подождать. Но коп, нет. Коп мы тут не убиваем. Клокверка, если только. Опять-таки, это трата времени. Гоу. Гоу-гоу-гоу-гоу. Это мой. Хорошо, второй вкачиваем. На фейзах должны бежать быстро. Хорошо. Вот так вот, ребят. На лоу хп персонажи остаются. И это чревато. Это чревато, потому что демаж у вайпера возрастает очень сильно. И начинается жесткий демаж. Ребят, так как это дефолтный ловкач, в принципе, можно сделать любой айтем ему. Обычно вайпера собирают через Мекку даже. Объясню почему. Потому что это такой же персонаж, как и Хускар. А Хускар это персонаж сноуболящийся. То есть, соответственно, что такое сноубол? Сноубол это типа, ну, снежок. Ну, сноубол, знаете, типа накат вот этот. Именно не персонажа, не Тускар, а накат. Это сноубол, то есть, соответственно, обозначение того, что идет накатом вся игра. Персонажей очень, так сказать, ну, тяжело остановить, если они уже, так сказать, на сноуболе. И, соответственно, то есть, вот такая вот механика. Так, ну, не знаю, убью, нет? Убью, по идее. Хорошо. 116 мой дэмэдж, видели? 116 дэмэдж был, когда Пуджу тачковал. Пуш не попал Хуком, но пытался промансить как-то я, и не зря. Так, ну что, ману в студию. Одна манка. Берем в лотар, ребят, в лотар. Дефолтный лотар будем уходить. Дефолтный лотар. И у нас очень хороший ганг потенциал, поэтому мы будем гангать. И БКБшка нужна будет. БКБшка, МКБшка, манта. Плюс лотар с Эйдж. Будем в дэмэдж уходить. А next катка будет фановая, более такая развлекательного характера. Хорошо. Ману сразу одну юзаем. Взял две маны, чтобы было поинтереснее. Опа. Держать могу двоих. Держим этого, и сэф никуда не уходит. Найс, понимаю. Понимаю. Ну и вижен, вижен, вижен нужен тут. Хорошо. В спине еще кто-то. Отлично. Уф. Там поняли, отчего Мартретка сдохла? Мартретка Даггер в меня кинула, умерла от Карасива. Уходим, ребят, на ТПшку. Найс, она от Карасива умерла, Мартретка. То есть, то, о чем я вам говорил, помните, в теории, когда вот отсюда Клоквер кидает, но там дистанция не превысила и, соответственно, Мартретка сама себя заруинила. Найс, неплохо. Я вам скажу, это было сейчас неплохо. Зевс у нас встал в АФК, к сожалению. Скорее всего, вчетвером будем. Ничего страшного. Далее, какие действия, ребят? Далее, действия. Манту, БКБ, и придется делать нам МКБшку против Мартретки. Хотел сказать Марита и Мартретка, хотел сказать. То есть, почему я называю ее Марита? Потому что все, кто знают, все, кто смотрят мои гайды, соответственно, Марита, Тиндерлим и Лесной Казанова, это все как бы мега-анно, это все ребята знают. Так, ладно, затрендился. Включаем Аквилу, подбираем иллюзии. Иллюзии отправим пушить, а сами побежали. Опа. Биротон, я тебя замедляю. Можно? Смотрите, какой дэмэдж адовый. Суицидник. Там нет шансов его добивать. Там нет шансов добивать его. Хорошо, используем Лотар. Так, используем Лотар. Где Исэфиус? Queen of Pain. Эх, не успел, я хотел поднасолить ему. Хотел поднасолить. Так, а кто это тут у нас? Я тут могу на самом деле доиграться, потому что там может Клокверк зажать меня, а с Клокверком дело как бы обстоит плохо. Плохо, плохо, так сказать. Так, ну я понял. Я тут их гоняю просто по-страшному. Но по низу иллюзии работают, так сказать. Иди, воруй, говорит. Понимаю. Пуджа, шлеп. На этот раз ты не умрешь тут. Ой, не уйдешь. Хорошо. Хорошо. Иди сюда просто. Низ у нас иллюзии подпушили хорошо. Клокверк знает, что я снимаю гайд. Но, тем не менее, странно, что не фокусят. Понимающий. Хорошо. Далее, что делаем? Яшу, наверное, ребят. Выход к мантии ближе. Кто у нас ТП сделал? Queen of Pain. Клок будет прыгать, да? Ребят, очень опасная ситуация сейчас. Лучше уйти. Пусть у нас Луна допушит. Но очень опасная ситуация. Опасная игра, так сказать. Все. Уходим на базу. Зевс просто решил у нас... Опа. У меня сейчас баг такой был какой-то. Я не мог F1 нажать. Я нажал на Зевс и не мог F1 нажимать. Идем на базу. В общем, что мы имеем? Сейчас возьмем, наверное, немного вардиков. Ребят, все же мы очень сильно агрессируем. И нам это, как бы, вроде на руку. Но для того, чтобы правильно агрессировать, мы должны видеть своих энеми оппонентов. Соответственно, не обязательно, ребят. То есть я играю соло-игры, потому что тут, как бы, ну... Тракса же не будет вардить у нас. У нас Зевсик вот стал в АФК. И, соответственно, на кого идет вся ответственность? Конечно же, на меня. Соответственно, я тащу мидлайн. Я тащу, по сути, эту игру немного вот так вот. И, соответственно, мне для того, чтобы тащить дальше, мне нужен какой-то вижен. Нужна какая-то агрессия, наглость. То есть, соответственно, мне эти вардики помогут сейчас. Эти вардики мне помогут. Мне помогут. Так, главное, понимаете, вот они втроем сейчас толпой начали ходить. И БКБ надо будет сделать еще. Линку, БКБ. Тут множество можно айтемов делать. Путш идет тоже. Он тоже с вардами, Путш. Вот тут, мне кажется, сейчас кто-то будет. Нету никого. Странно. Угу. Марита, Маднес. Путш. Блин, очень далеко. Вот это что за вард? Что за вард? Опа, Путш один тут. Тычкуем просто. Только не суицид. О, найс. Стик зажал. Хорош. Я просто на цешку его затычковываю. У меня токсин. В троечку демиджа очень много. Яшку. Гоу, да? Яшку. Опа, Марита. С дабл демиджем. Гоу, гоу, гоу. Токсин. Ой, токсин нет. Я тут отъеду. Я тут отъеду. Дабл килл. Ну, надо было мне знать, как правильнее было бы поступить в этой ситуации. Тычканулась сэфа, отошел. Он мне все три койла зарядил, но я рассчитывал. Конечно, не знаю, на что я рассчитывал. Я все три койла принял. То есть, соответственно, по мне очень много демидж зашло. Я бы так еще, возможно, копу убил. Возможно. Так, есть Яша. А чем прикол игры на Зевсе так? Ладно, сейчас манта будет, будет попроще. Можно еще худ сделать, в принципе. Тут такой пик, что SF Magic наносит. Он наносит Magic. Он наносит чистый и Magic. И вот он наносит Magic. И чистый. Опять-таки, тут два чистых демиджа, которые меня могут изи перекрывать. Давайте на топ сейчас пойдем. Гоу. Гоу по топу, ребят. Хорошо. На ком гайд? На интересном персонаже. Так, Марита. И там кто-то шел у нас еще. Хорошо. Ой, мисклик. Обманываем. Обманываем пацанов. Очень много, кстати, Мэджика. Рили, очень много. Уф. Пайп Худович сделать бы. Я надеюсь, тут сейчас не умру. Могу умереть сейчас. Знаете почему? Потому что у копа очень хорошая дистанция блинка. Клок. Клок может еще закинуть меня хукшота. Хукшота. Уф. Страшно. Смотрите, у него там блейдмейл. Он бежит по пятам просто. Нет. Что, Зевса кикаем? Гоу. Хорошо. Не знаю насчет... Опа. Все варды поснимали, ребят, агрессивные. БКБ надо. Яшей тут уже не обойтись. Они сейчас вместе соберутся. Будет тяжело. БКБ надо. БМ это плохо. БМ это плохо. БМ это плохо. Гоу сюда. Морита. Морита. Полетели, так сказать, на крыльях ночью. Яша это хорошо тем, что еще дает очень хорошему спид. Надо страйка закидывать. О, она еще и мадность включила. Страшно, грубай. Страшно, грубай. На 4 на 4 поехал. Хорошо. Но сейчас у них буста будет хорошая. Изи. Прям. У них... Это лейт. Лейт у них. Умер. Ливнул. У нас-то другой герой ливнул. Ну, как ливнул? Вышел просто. Так, а что? Нету леса, что ли? Как это прискорбно? Прискорбничал. Кто умирает там? Тракса, да? Боже, у меня столько дэмэджа. Это так классно. Все, Тракса умирает. Дэмэдж не столько много. Ну, суть вайпера, я думаю, вы, в принципе, можете тут уловить. Некст катка будет более такая, она стопроцентная, интереснее будет. Я уверен, потому что вы такой геймплей не видели. Еще это, так сказать, можно метовый геймплей будет. Пойдет. Будем от меты играть. Гоу. Крипчика в лесу добьем. Манту сделаем. Поднимем все хитпойнты. Монопойнты. Там, по сути, блин, БКБшку собирать. Типа, смысл такой, что там два чистых урона, которые игнорируют БКБ. И двоякая тема собирать Блэкинг Бар, на самом деле, на этом персонаже. Не проще ли сделать пайп? Но там Клокверк, он зажимать будет, и там Блэйд Мэйл. То есть тут как бы я в любом случае выигрываю, потому что Блэйд Мэйл это очень плохо. Это можно, пожалуйста? Вот так вот, пасибочки. Так, докачиваем. Хорошо. Так, цепанули у нас луну тут, но луна. Корм просто. Луна просто кормушка. Так, 1х5 не очень хотелось бы идти, потому что, к сожалению, я отсосну. Это 100%. Ну, я тут вряд ли выйду. Да, я тут не выйду. Клок зажмёт сейчас. Там БМ. Не хватает мне немного команды. Всю игру соло. Просто соло всю игру. Просто всю игру соло. Ничего страшного. 1х4 вышел. Но, как видите, я играю всю эту игру соло. Я выхожу 1х4. Двоих я убиваю. Третий почти умирает. Почти. Плюс ещё сейчас 1 айтем. И это будет уже поправимо. Вся эта ситуация. Так что, как бы, чисто герой, который солирует. Пуджая Изи быстренько сразу слил. А дальше что? Клокверк накрывает. И как бы... Ну, 1х4 сейчас вышел я. Почти убил троих. И сам сдох. То есть, ну, вот такой вот персонаж у нас сегодня на обзоре. А, я, кстати, мог и знал... Блин, забыл про Зевса. Забыл, 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 забыл. Если Рошана сейчас заберём, будет хорошо. Мы Изи заберём его. Гоу, надо вардики взять, да? Почему нет? Сейчас... Чего-то не пойму. А, где мой арт? Пишет. Какой арт? Я не брал твои айтемы. Он не брал. Тадея, дайте Куру. Шерзарьюзы под конец. Гоу, вот сюда. Поставим. Ладно, вот сюда. К нём. Всё, гоу. Жалко, что варды придётся тут оставить, скорее всего. Ай, ты... Лол. Тракса забрала амулет. Осудительно. Я готов разнести их тут. Траксу, правда, придётся... Умрёт. Гоу, гоу, гоу. Ой, хорош. Ой, почти хорош. Эх, зажали уже ультимативно. Жалко. Не увидеть никого. Аегис есть, можно поесть. Блин, копы можно на дистанции контрить. А именно как? Она очень ватненькая. Мой ультимейт её очень сильно будет контрить. Но это только с аганимом, если. Аганим появится. Восполняем все хитпойнты, монопойнты. Почти бэкэбэха есть. Можно сильвера сделать. Сильвер отключит пассивку. У СФ будет армора. Не сниматься. То есть, у нас аурой не будет сниматься армор. Но, с другой стороны, я плюс ещё уплотнюсь. Тут тоже можно много чего собрать. Но, БКБ. Мне кажется, БКБ тут в любом случае надо. Клокверы зажимает, вообще плевать становится. В любом случае, БКБ это лучший артефакт. Так. Гоу, сюда. Куру. Сто процентно это будет профитно. И здесь поставить варник сейчас. Пуна там, правда, сейчас файт затеет. Но мне тут надо расставить. Куин оф пейн. Куин оф пейн. А, ты забежал первый туда. Блин, я девардил, сорян. Да. Так, ну нам вместе надо. Вард я снял. Не знаю, как с такими людьми вообще играть. Обиделся, что-то. Понимаю. В Ираке пишет. А сам пришёл на мид. Ничего, без вообще каких-либо предупреждений. Просто мид встал и всё. Плохо. А, ну и неужели не добьётся? А я тут умру два раза сейчас. Да. Умру два раза. Ой, печальненько. Печальненько. БКБ. Сейчас БКБ было бы, было бы попроще. Никто не хочет что-то идти. Все разнылись, расплакались. Но типичные керри на 1-2К ПТСах, это вот они. Классическая луна, если честно. Вы раки, раки. А сам приходит на мидлейн, ни хрена не делает. Афк. Так, ну такое, есть вардик. Есть время ещё. Хорошо. Хорошо. Надо вард пойти снять. Оу, сентрячок стоит. Надо успеть до появления копы. Давай, 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 в темпе. Вайпер лети, а у нас просто драка сейчас за этот. Да не, ну так не честно, у копы блинг. Как же я разочарован сейчас, вы просто не представляете. БКБ дофармливаю, короче, и гоу. БКБ дофармливаю, и гоу. Манал я. БКБ идти. На миде крипов очень много. На мид никто не спешит. На мид никто не спешит. Есть БКБ. Мы тут anyway выиграем. У нас ещё мипа, который пушит. Anyway. Что насчёт сентрячка? Не. Плевать на сентре. Волка взял, парнишка. Хорошо, 200 дамеджа с руки. Хорошо. Да, не записывай гайд. Вы шо, я гайды не пишу. Что такое гайды? Хорошо, он в ультон не попал. Ой-ой-ой. Ошибка. Просто как крипа. Страшно, сейчас вот пуш может меня подтянуть. Гоу. Гоу. Есть кнопки ещё. Хорош. Сетку дал, она ничего не может сделать. Там пуш бегает. Нормально, классическая. Просто минус мид манту пока не уезжаем. Манта нам нужна будет, возможно, что-то дебафить. Хорошо. Есть. Уходим. Но делаем вид, что уходим. Можно вообще пуджа подловить. Если он не с тпшкой. Он, по-моему, не с тпшкой. По-моему, он без тпшки. Но там в любом случае сейчас идём. Далее... О, вот он. Толстый. Он пошёл наверх. Если у него нет даггера, он пошёл наверх. У него, видимо, есть какой-то эскейп. Но у него форса. Форса. На руну вышел. Гоу, прогуляемся. Эй, толстый. Эй, толстый. Братан, я тут. Я помогу. Ультует. Вы раки, раки, пишет. Понимаю. Так, ну что. Продолжаем. Не обращаю на него внимания, потому что он... Ну, не мозговитый парнишка. На луне. Это вайпер не АБ. Ой, вайпер АБ. Ребят, запомните. Вот это никогда не пишите. Вайпер не является АБ. В 85-й карте тем более. Вообще, АБ это вымышленная тема. Что дурачки, которые играют РДТБ постоянно, сутками играют, они сделали себе АБ. Что персонажи какие-то имбалансные играют. И, соответственно, да, я понимаю, в РДТБ иногда получается так, что по пику бывают герои, которых очень тяжело законтрить в данном условии. То есть при пиках. Да, есть такая тема. Но на 85-й карте нету АБ. Тем более уже в АПТБ моде, ребят, кто хочет, тот и берет, соответственно. А те, кто думает, что это АБ, это смешно реально. Это очень смешно. Так, сентрячок, наверное, поставил тут. Тут же Аниус. Да, конечно. Понимаю. Понимаю. Ладно, я пошел. Надо затариться. Гоу. Иксбэн. Эс. Эс. Гоу. Дратути. До свидания. До свидания. Соло. Так, у нее там сцептор. Гауст. Диффуза можно собрать, типа вообще пофиг будет. Критулечку можно собрать. Я дапал сэндж. Ой, как же ж ты мне помог. Честно, спасибо. Я бы не справился. Честно, ребят, тут очень хочется спросить насчет голосования. Насколько дебил вот этот игрок, который пишет, что он профессионалом и ракен. Я не знаю даже. По-моему, на все 10 из 10. Типа потому что... Ну, он типа хз. Реально. Глупый. Вот это очень глупый игрок. Он агрится постоянно. Он играть не умеет. То есть и думает, что он там крутой. Там пишет. Типа, вы не можете в пятером собраться. Там тут вы собираетесь с траксой. Тут я тут ни при чем. Я тут соло гоняю всех по линиям и все. Так что хз. Такой. Ну, не люблю таких игроков, которые считают, что они оверкрутые. А на самом деле ничего из себя толком-то и не представляют. Так что, ребята, тут такая аналитика данного игрока. Что он как бы... Как бы вроде что-то делает, но... Приходит на мид четвертым левелом, забирает у вайпера мид и типа... Все, братан, гуляй, что хочешь делать. Так, ну что, нам нужно зайти на хайграунд. Соло я не буду подниматься. Надо идти с траксой скооперироваться. Так, тут сентричка нет. Ага, есть, достает. Хорошо. Помогу. Понимаю. Понимаю. Откатился уже БМ. Что, байбеки? Время байбеков? Или нет? Мипа не сломал. Тракса молодец. Тракса ничего не пишет. Правильно играет. Что-то, да, бывает, умирает парнишка. Но он, по крайней мере... Он 2.11, но от него толку больше, чем от луны. Потому что она дает ауру и не флеймит. А вот это... Вот это недоигрок. Серьезно. Потому что, во-первых, у него даже БКБ нет. Он не может определиться до сих пор, что он хочет собрать. Он собирает непонятно это. Я не люблю, честно, вот таких игроков. Сейчас он кого-нибудь убьет, он напишет. Сосат, Вилокси, Япро. То есть, вот так вот он напишет. Я не знаю. Не знаю, ребят. Будьте всегда в играх, ну, не знаю, вежливыми. Вот я вот никого, как бы, не флейма. Но единственное, на кого я вот очень хорошо хочу пофлеймить, так на вот этого игрока. Потому что он, во-первых, ЧСВ. Во-вторых, он очень слабо играет. Все. Ребят, вот такая катка на Вайпере. Сейчас пойдем заканчивать. Честно, не знаю, что еще докупать. Ласт айтемом 3200. Потому что тут, как бы... Армор. СФ очень больно бьет. Армор нужен. Кирасу можно сделать. Можно сделать Кирасу на данном персонаже. Это, блин, это изи. На самом деле, Вайпер станет тогда у нас очень плотным. Можно сделать Тараску просто. То есть, это тут вариативность. Блин, что собирать на этом героя? Просто огромная. Так что, ребят. Все зависит от вашего мышления. Кираса почти есть. Кираса почти есть. Хорошо. Там копеечки остаются. Так, заходят. Дай ему, блин, это, сетку. Ой-ой-ой, копа. Ну, шо ж ты так? То ВС меня прям так кнопки жестко жмешь. А до ВС Мипа обкакался. Эх, подписничник. Ну, ты даешь. Так, ну что? Да я выйду тут 1х9. Иди сюда. Не хочет он. Не хочет. Гоу колодцы лунные. Лунные колодцы лупить. Хорошо. Хорошо. Гоу крипов снесем. Хорошо. Хочу кирасу. Мама, я хочу кирасу. Вон, пишет. Как дела, типа? Ничего не делают. Классический игрок, ребят. Ничего не делает в игре. И огрызается. Ну, просто вверх. Вверх в безмозглости. Вверх в безмозглости. Ребят, не будьте, пожалуйста, такими. Типичный. Типичный. Просто типичный. Просто типичный. Так, кираса есть. Хорошо. Найс. Фейзы не взял. Понимаю. Да боже, закройся. Ребят, вот такая первая дебильная, так сказать, катка. Вот запомните. Вот это. И брони. Дмамуса. Вот этот никнейм. Запомните, ребят. Очень токсичный игрок. Ничего в игре он не сделал. Даже у Траксы. 2.11 по КДА. Он молочина. Он давал ауру. Он правильно позиционировался. И ничего не писал. Он правильно позиционировался. Просто он шел куда-то. По крайней мере, слушал. Гоу-пуш. Он ходил вместе. Ребят. То есть, соответственно, вот это нормальный игрок. Вот Тракса. Молодец. Как бы он не подвел. А вот это. Запомните просто, ребят. И кто еще тут молодцы? Кого можно похвалить? Ну, ребята, в принципе, все старались. Пуч очень хорошо на мидлейне. Один раз подловил. А дальше все уже. Я как бы заромил. Ребят, вот такая вот прикольная первая катка. Поехали. Next. Сейчас будет вайпер вне стандарте. Сейчас был вайпер в стандарте. В демидж, так сказать, фазы. Единственное, фазы не вложилки. Раз. Доложим. Ну, вот такая вот катка. Поехали. Next. Итак, друзья. Поехала у нас next-овая каточка. Сейчас будет вайпер через Аганим. Соответственно. Что мы будем делать, ребят? Что мы будем делать? Конечно же, берем по дефолту в Рейсбенд. Хилочку. И поехали. Как вы знаете, как я вам объяснял. Аганим позволяет нам использовать. Наш ультимейт так, что мы сможем кидать почти, не имея калдауна, наш постоянный вайпер страйк. И, соответственно, будем вайпать наших энеми оппонентов. И, соответственно, это круто. Это круто, ребят. Это круто. Это очень интересно. И сейчас сделаем именно такое. В дефолте Аганим на данном персонаже выфармливается, как и, в принципе, и на инвокере, и на других персонажах. Дефолт это 14 минута. Аганим на вайпере, на других персонажах. То есть, дефолт там, то есть, стандартный айтем это там фазы, хилочка, аквила и 14 минута Аганим. Вот, вот это идеальный тайминг. То есть, это не идеальный, это стандартный тайминг. Если у вас получается сделать немного раньше, то вы молодец, вам нужно выписать Нобелевскую премию. Так что, ребят, поехали мы далее. Иду я на центральную. Инвокеру не очень хочется давать мид. Я уже писал, я 30 раз написал мид, 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 мид. Вот так вот пишем, ребят, потому что наш персонаж на других линиях стоит очень плохо. Ну, очень плохо. Вот ему, походу, плохо ему. Очень плохо, походу. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Сейчас будем драться со сларком. С ларк с пассивочкой. Понял. Доверься. Изи вин, брат. Инвокер забрал куру сразу у меня. Ладно, я тогда тоже сделаю вот так. Если будет, сейчас, дай бог, монетку заберу. Будет хорошо. Я ютубер. Я ютубер. Выиграю. Тебе. Вот так сделаем. Канал. Хеназес. Подписывайтесь. Вот так вот делаем. Так, вайпер. Будет пытаться нас сейчас тут забирать. Ну, как так вот. Вот ясно. Дефолтный сларк забирает руну. Ну, как так так-то вот, а? Лохи. Ох, лохи на сларках. Сларк. Если ты подпишешься, знай, что ты петушонок. Кукаряку. Ладно. Ну, что ж. Вайпер. На миде против Ская. Берем третий. Он будет, скорее всего, закидывать своим неприятным спеллом. Хорошо. Первый крип наш. Первый крип наш. Третий взяли. Ну, он решил крипа фармить данной способностью. Хорошо. Хорошо. Отлично. Надо стик. Портивская, конечно же, стик, ребят. Что ж еще? Стик первый. Пошло. Пошло дело. Если будет на меня вкидывать, типа, там, как бы, ну, такая двоякая система. Ну, решил он, походу, фармить на боттл. Я не знаю, на что он там фармит, но стик нужен. Стик жизненно необходим на этой линии. Вот он. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Пошли стики. Заряжаться. Стики против этого персонажа хорошо. Противская. Ну, что, тычку даешь мне? Хорош. Хорош. Все, прогоняем пацана. Отлично. Главное, карасив. Если бы он на нас так же карасивы накидывал, то есть, как бы, разницы... Ой, карасивы. Первый спел свой. Мы с прокачанным карасивом, как бы, не дадим ему особо жить на этой линии. Не агрим. Тауэр. Главное, не райдкликать, ребят. Он наш. Все, он стопроцентно наш. Стопроцентно наш. Понимаете? Вот так вот хорошо. Демейдж. Берем демейдж, ребятки. О! Во, Бара. Брат, молодец. Хорошо. Умница. Хорош, хорош, хорош. Бара Трум оставляет руну. Я не просаживаю свои монопулы. Мне прилетает сапожонок и много хилочек. О, хорош. Сам себя замедлил. Эх, ну промах. Дальше не вижу смысла идти. Тяжело ему. Как видите, как тяжело Скайу при правильной раскачке. Так сказать, Скайу очень тяжело. Главное, не терять бдительность и пытаться его немного подзонить. Сразу подловить, подкусать. Взяли ФБшку. Главное, не агрить крипов. Не райдкликайте на этом персонаже. Если вы собрались идти под тавр. Под тавром нельзя райдкликать, ребят. Нельзя. Запоминайте. Райтклики не помогут вам под тавром. Вы только заруинитесь. А это плохо. Это значит, что ГГВ поэзи катка, ребят. Поэтому, поэтому. О, хорош. Поехали. Еще, 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 еще тычка. Ой-ой-ой. Меня дудосит, ребят. Звонок дудосерский. Вот так вот выкладываем теперь. Хилимся. 2.0 мид стоит. Хорошо, первый. Максим первый, ребят. Я даже еще стики не вязал. Стики оставляем напоследочек. Хорошо. Косарик есть. Что, уходим в ПТшку? Ребят, в ПТшку надо. Тут в этой катке пойдем через ПТшку. В этой катке через ПТшку хилочку надо. Так, так, так. Подожди. Стики заряжать кто мне будет? Хорошо. Есть у нас ультимативная. Так, ну не добиваю. ТПшечку бы еще. Можно наглую. Давай, 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 давай. Вайпер страйк. Не дотянулся. Понимающий. Надо было тычковать. Продолжать. Я, если честно, думал, рейнджа хватит. Думал, рейнджа хватит. Взяли ПТшку, чтобы быть поплотнее, ребят. ПТшка это хорошо. Это наша плотность. ПТшка это наша плотность. Так, закидывает он меня. ПТшка это плотность. Бери, бери, бери. Сам, сам, сам. Да бери сам, братан. Я на хилках. Не, бери, 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 бери. Бери сам. Все, он наш. Даже первый можно не уязать. Я думал, инвокер 6 добьет. Ага, скай мак. Скай мак 1000. Умирает, левает. Все, гг, ези катка. Да, вайпер доводит до суицидальных таких моментов. Так, гоу. А, вот эту. Омник, походу, чекает там. Омник чекает, ребят. Омник пошел чекать канал Хеназиса. Походу. Ну что, кто на мид? Придет. Что, дальше вагоним? Найс. Ну это нормально. Это нормально. Очень интересно. Хорошо. Хилочка пришла. Сразу можно в расход. Все, аквила не выключаем. Просто бурим. Жалко, что вышел он, конечно. Но это такой омник уже аж под Т2. Конечно, он выйдет с игры. Страшная вруба. Я бы тоже ливнул, наверное. Хотя нет, вру. Кто там у них вообще? Спектра ЕС. Фурион. Красиво. В Красиво будем выходить. Душим Т-шку. Хорошо. Дальше. Берем поинт-бустер сейчас. У меня тоже вард стоял, оказывается. У меня еще не попадет. Скоро пропадет. Душим Тавара. Давай перекопить Тавара, душить. Просто по кайфу. 50 демеджа вот сейчас по Тавару. И это только у нас какой первый левел. Найс добивает Тавара. Классно. Классно Тавара добивает Хенайзис. Классно Тавара добиваешь. Что делать? Что делать? Думал, быстро добью. Аквилу не вырубай, тупо пушу. Бар работает. Я не представляю, что бы было со Скайом, если бы я еще и... Бару бы просил помочь. Так, ломаем. Дальше. Т2. Я просто смотрю, никого на топ, на низ. Как бы они не торопятся. Ломаем Т2. Т2 ломается на изи. Да, Вайпер такой персонаж. Чисто ты берешь. Вот ты можешь вот так. Смотрите главное за картой. И не бойтесь. Просто стойте в наглую. Что, Кату сохраним? Нет. Далеко крипа. Кату сохранить. Не получится. День на дворе. Ломаем дальше. Никто не хочет делать ТП. Ломаем Т2. Можно... Можно не ломать Т-шки. Можно идти гангать. Так как эта карта гангерская. Гоу. Токсин. Можно вообще крипов подождать тут. Бара там делает дела. О, в нэч. Просто. О, в нэч. Хочется, если честно, потничка какого-то. Главное, Т-шку не агрим. Да шо ж так долго-то? Ох, боже. Как же долго. Как же это было долго. Хорошо. Так, ну шо. ФФ на пятнадцатую. ФФ. Гоу, next. Потненько. Прям потненько. Я вам скажу. Так, крипов, крипов, крипов. Не доводя до тавера. Надо тут слить. Сейчас еще другая пачка подойдет. О. Ганг отряды. Есть у меня кнопка. Понимаю. Ну шо, ребят. Расконтрили, пацанов. Расконтрили. Вот вам и карасивы. Я щас выжил. У меня второй левел карасивы. Они сами себя замедляют. Дамажат по-страшному. И вот такой эффект. Такой эффект, что гг. Так, хорошо. Хорошо. До Аганима тут копейки остались. Это по рофлу будет вообще. Э, умничек на Сларке. Ох уж этот Сларк. Монстр шоу. Умничек. Умничек. На Сларке. Молодчиночка. Че, 11 минута Аганим? Оф. Так. Начинается у нас жесткая заруба. Нанизу Сларки. Сильные прям. Сильные Сларки. Смотрите, какие у нас тут. Бот Гейминг. Это называется Бот Гейминг, ребят. А там пишут в комментах. Неинтересно. Такие игры би, смотри, би. Да ну, ребят, прикольно. Прикольно. Так, берем больше маны и будем сейчас напрягать. Ребят, фанкатка. 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 Максимка. Максимка зашел. Давно Максим не был на стримах у нас. Ему, видимо, уже не так интересно. Не знаю. Поддерживал во всех начинаниях. Спасибо ему. Не забуду, конечно. Не забуду. О, кто идет? Балонора, Елизавета. Закидываем. Ножечко. Идем дальше под Т-шку. Ну, заберет Омник сейчас. Ну, конечно. Конечно. Омничек. Это же Омничек. Я ж там не забирал этого героя. Что у нас делает Сларк, посмотрите. Фига себе сильные Сларки. Ребят, сильный Сларк. Надо гайд на Сларка срочно делать. Антигайд. Кстати, насчет антигайдов. Просили у меня антигайдов. Как не надо играть. Как не надо играть. Я тоже хочу такой видосик сделать. Ребят, если хотите такой фановый видосик. Антигайд называется. Как не надо играть. Хотите, я такой видосик сделаю. Реально. Если хотите. Так, ну что. Гоу. Четыре варда. И душить. И душить. Аквилу вырубаем, чтобы крипами не палиться. Ждем. Ждем наживку. А в принципе, что ждать? Гоу пушить. Хорошо. Фурион стоит. Фурион, фурион. Фарма, Чупио. Ребят, next гайд будет, скорее всего, в воскресенье или в субботку. Будет гайд очень интересный. Я не буду спойлерить на кого он будет. Но очень интересный персонаж. Прикольный. Реально. Так, а где у нас... Вон он. Закидываем ножиками. Страшно. Нет, я тычку через тэшку под тавером, чтобы не агрить тэшку. По кайфу так. Хорошо. Шо это за тэбэ? Есть такая тема. Есть такая приколюха, бро. Хорошо. Мне понравилось, как они 1 на 4 вышли. 1 на 3. Страшно выглядит. Да шо ж вы все такие умнички ласхитить-то пытаетесь? Неужели сложно бить просто? Все стоят, друг друга пытаются забрать. Ой, силачи. Вот и я люблю этих игроков. Че. Будем закидывать страйки. Такая сейчас накатка. Непонятная. Так, докачиваем второй, второй тут нам нужно. Так, ПТ-ху на инту и можно работать. Раз. Раз. Два. Три. Жалко. И, конечно же, я не добью. Осудительно. ПТ-ху на инту. Закидываем. РС-20. Ну, тут нужен хил, репел и поехал. Изикатка. Ну, тут хил, репел himself. ПТ-хил. ПТ-ху на инту и закидываем. ПКД просто. Оп. Бала норы. Боже, как же этот ножик дамажит. Просто закидываем и все. Ой. Репел и поехало. неплохо умник молодец все же что-то умеет понимает что может хернешь хернешь может хорош поэтому иногда мекку делать на данном персонаже потому что это позволяет выигрывать файты гоу сделаем раз мы собираемся запушить игру раньше чем необходимо нам еще надо один клипчик нужен один клипчик вот так вот через шифт найс какая же рэнджа кайфуй с этой рэнджи классно просто игра не игра а такое знаете расслабление знаете играйте на этом героя и вы просто расслабляетесь получаю удовольствие от игры просто дичайший овнинг просто вы если научитесь на этом герое играть в идеале типа вы изи сможете все делать просто пацаны там фит контору устроили фит контора алло здравствуйте здравствуйте это фит контора да я вас слушаю я хотелось бы как можно больше фидера в команду будет выполнено ожидайте ваш заказ оформляется спасибо всего доброго хорошо ой нет нет только ману кинул себя бары решил поточковаться там сэншентами сэншентами я мяку не буду жать я так и хотел бы смотреть он умрет или нет я не буду ласт хитить я просто не ласт хитч я бью авто атакой а он просто в инвизии я думал в гост волке а я не ласт хитил я просто бью на самом деле просто так получилось скины докачали мека это хорошо все идем дальше фейф не пишет гогогогу дальше ребят такая фаст пушерская игра получается через меку и честно не думал что буду показывать вам такой геймплей но через меку как видите фаст пуш гоми длейн ой в крипа чуть не закинул хорошо хорошо а ну обходит герой обходит меня зажал лунным колодцем парень хорошо отлично сейчас мека будет ломаем ребят просто сейчас меку заезаю подойдет поближе хорошо фаст пуш гейминг отлично умри на сларке на своем эху как же этот сларк прикольно играет вообще сильный игрок попался так радуюсь когда такие игроки попадаются я не знаю что б я делал без сларка конечно молодцы хорошо отлично так по мани просаживаюсь немножко гау дальше низ например зацепил пацана гоу долбим с руки бро нету меки пока что хорошо окей поближе подойду пойди так должно работать нет а я же героя убил понял я горни работать ты убиваешь героя я понял понял хорошо отлично да какой же next в этом будет не гадать не догадайтесь конечно же дискорд чтобы убивать ультимативный просто 700 хп на просто минус 700 хп на минус стик продадим купим даггер хорошо гоу 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 ща на медлэмп пойдем боже радиенс купил да но убейте его убейте за наглость ребят за наглость надо омнику платить за наглость чё ж так нагло то играть бро чё ж так нагло то хорошо отлично смотрите на мой айтем билд айтем билд наркомана но вы сейчас посмотрите сколько демиджа буду носить то там первая цель вон он фурион первая цель жаль ультимативная не 3 левел но сейчас все равно посмотрите посмотрите демидж хорошо должен умирать по идее или нет а урна найс хорош ах уж этот фурион ээ стой стой подай сало дай сало кому казал ес ушел просто походу пешком да он на даггере по моему вообще да но был бы ультимейт 3 левела там бы он стопроцентно умер фурион видели демиджа тоже ему очень много нанеслось эх напоминаю что делает дискорд дискорд снимает резист 25 процентов как раз родной резис снимает то есть 700 демиджа получается наносит данная способность а именно ультимативная есть ульт гоу хорошо сейчас ес или кому нет закинуть ооо 900 хп смотрите на его хп умер просто боже инлокер кстати молодец на меня постоянно лакрити вешает лунные колодцы ребят замочим сейчас дискорд будет вот можно будет спектрия накинуть лунные колодцы хорошо и ребят наркоманская игра согласен кхе кхе ребят не забывайте поставить лайк за такую прикольную наркоманию но это то есть чё не собери на данного персонажа как бы все равно по рофлу смотрите как его дамажит ааа мамочка неужели не умрет да не умирает хорошо я тут умру сейчас походу первый раз я тут погибала серьезно да что это такое не дали мне пройти омник не дал пройти умрет он там но мека чуть-чуть чуть-чуть мека ой инвокер 3 секунды до мекки ты меня обзывала ох уж этот омник а можно на развороте сыграть давай братишка мы сможем ах ты манту сделал кто настоящий вот этот настоящий дальний дальний настоящий ребятки хорошо но мана накопилась только инвокер молодец прям блин у меня минус аквила если чё вокер вокер молодец красавчик прям прям красавчик хорошо хорошо пытается играть на команду он молодчинка реально ребят можно похвалить инвокера он мало того что что-то нажимает он на лакарь типа кд мне бафает он понимает что мы пушим пришел с нами играет в пуш гейминг и при этом еще и как бы ну не игнорирует реально никакой игровой процесс он просто он делает то что нужно молодец прям молодец могу похвалить инвокера хорошо а вот сларка не похвалю сларка кашка хорошо хорошо немного порекламились ребят да не за не забывайте подписываться на канал потому что ваш так сказать ваша подписка это моя мотивация соответственно соответственно шо можно еще тут сказать можно сказать что ждите гайда определенного какого-то гайда ждите чего звать чего звать как звать зовут типа имя что ли или как звать канал непонятно хорошо гоу все успеваю я до туда не успеваю промах но не буду в апперстрайк него кидать хорошо 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 так так ну что ребят вот такая вот немного наркоманская катка наркоманский геймплей на вайпере ну а что а что а что вы хотели фаново фановые катки они всегда такие ребят хочу чтобы вам нравилось так но сбивает меня сразу же закидываем хорошо лицо падает в баланара очень много дэмэджа очень пол хп просто пол хп бартрум залетает бартрум умирает найс хорошо нет сейчас я не стримлю я сейчас я гайд гайд пишу хорошо закидываем жаль нету так инва бро нажму нажму меку это единственное что смогут сделать сейчас вот этого пацана жирного сливать потешку не забываем переключать ребят хорошо хорошо а не могу прокликать не могу прокликать не могу прокликать ультракилы и там все дела есть репел хорошо хорошо душем под колодцем просто ну почти я в микере потерялся на самом деле ребят ну вот такая катка на вайпере наркоманская спасибо всем кто досмотрел этот гайд до конца я надеюсь я вам смог раскрыть немного как играть на этом персонаже что можно ему собрать что нужно в принципе собирать и куда ему лучше идти соответственно лучше идти ему на центральную линию соответственно душить энеми оппонентов как допустим вот sky мак 1000 он не выдержал и к сожалению лопнул ребят всем спасибо за просмотр еще раз берегите себя берегите своих близких и подписывайтесь на канал если вдруг не подписаны гоу хотя бы наберем не знаю там 250-300 лайков потому что ну гайд сам гайд на вайпер от него дофига как бы не ждешь ребят в общем всем спасибо и до скорого спасибо